Слишком резкие перепады температур, повышенные влажность и облачность, осадки и усиление ветра вызывают у некоторых людей плохое самочувствие. Современная наука назвала такое явление метеозависимостью. Я сердечник. Мне очень плохо. Когда вот то ноль, то сегодня минус 20. Какая башка может выдержать организм? Давление танцует туда-сюда. Голова болит и сердце дребезжит. Плохо чувствуем, да и все. Сердце некудышное и давление пониженное. В такие дни не выдерживают не только люди, но даже дороги. Перепады температуры, то что при плюсовой температуре вода попадает трещиной, при минусе замерзает и из-за этого разрушается дорожное покрытие. Состоянием дорог пусть занимаются специальные службы. Ну а мы с вами давайте позаботимся о здоровье. Для этого мы обратимся к профессионалам амбулатории горок Ленинских. Если вы знаете, что реагируете на погоду, лучше не планировать этот день в бурном таком ракурсе. Остаться дома, успокоительный чай, витамины группы В, смагния. Сердечникам стоит принимать препараты для сердца. Гипертоникам необходимо усилить гипотензивную терапию. Усиливается симпатическая система, да, вот при таких перепадах. Мы должны как-то не усугублять. То есть если человек курит, он не должен там через каждые пять минут курить, усугублять эту же гипоксию. А вообще, по словам врачей, здоровый и активный образ жизни – это панацея от многих недугов. Замечено, что у людей, занимающихся спортом, тренирующих сердечно-сосудистую систему, повышенной метеочувствительности практически не бывает. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.